здравствуйте меня зовут ольга я врач эндокринолог школы диабета доктора ко по многочисленным просьбам сегодня мы поговорим о сахарозаменителя но это очень обширная тема поэтому мы ее разделим на несколько частей сегодня поговорим о фруктозе фруктоза считается здоровой альтернативой сахару а продукты с ней сегодня можно встретить в любом магазине в разделе здорового питания как например вообще что такое фруктозы фруктозы это содержащийся во фруктах быстрый углевод который относится к простым сахарам является производной глюкозы однако имеет более низкий гликемический индекс именно поэтому фруктозу и рекомендуют диабетикам но последние годы утверждение что фруктоза безобидно ставится под сомнением появляется все больше доказательств тому что вреда от фруктозы все же больше чем пользы и так в чем же опасность избытка фруктозы мы с вами поговорим о шести пунктах первое ограниченное использование организма глюкоза нужна всем системам организма а вот фруктоза не мозг не мышцы не прочие ткани не умеют расщеплять она расщепляется только в печени из большой метаболической нагрузки прищепляется большое количество атф а это прямая гепато токсичность также стимулируется производство либо протеидов низкой плотности и триглицеридов которые сейчас рассматриваются как усиливающие течение атеросклероза из-за огромной нагрузки на печень фруктоза также вызывает увеличение мочевой кислоты вызывая подагру 3 трудные гормональная регуляция вы знаете что фруктоза не вызывает инсулинового ответа в организме если инсулин не выделяется значит механизм отключающий процесс поступления энергии отсутствует в этом случае организм может начать набирать лишний вес что и приводит к ожирению фруктоза также не вызывает выделение гормона лептина который дает организму сигнал о насыщение поэтому еду содержащую фруктозу легко переесть а переедание опять же откладываются в виде жира четвертое нарушает пищевое поведение фруктоза не вызывает чувство голода она наоборот поощряя переедание фруктоза не влияет на ощущение сытости так что человек может съесть куда больше пряников с фруктовый сахаром нежели привычной сахарозой 5 вызывают ожирение 30 процентов фруктозы сразу уходит в жир в отличие от глюкозы там всего 5 процентов с продуктами содержащие фруктозу стоит быть осторожными еще и по той причине что клеткам нашего организма фруктовый сахар практически не нужен например вы съели обычную конфетку у вас в крови поднялась глюкоза вы походили подвигались глюкоза сгорела но после того как вы съели печенье с фруктовым сахаром он поспешит превратиться в жир а жить жировые отложения будет куда сложнее чем глюкозу и шестое долгосрочном эффекте приводит к развитию метаболического синдрома и синдром разрушенного кишечника да самое главное это метаболический синдром который включает невосприимчивость к инсулину нарушение толерантности глюкозе гиперинсулиномию и гипертензию да еще излишняя фруктоза вызывает гликирование клеток нашего организма то есть она засахаривает белковые молекулы а это вызывает множество проблем поэтому вывод один и на организм диабетиков и на людей здоровых фруктоза все-таки оказывает негативное влияние вред от фруктозы очевиден ее потребление грозит ожирению инсулиновой резистентности которая приведет к сахарному диабету 2 типа нарушение регуляции аппетита из-за отсутствия воздействия гормон сытости поэтому ее нельзя считать здоровой пищевой добавкой своим пациентам особенно диабетикам я ее не рекомендую с вами была я ольга врач-эндокринолог школа диабета доктора по будьте здоровы а